Омский гимнаст Гимнастки легких путей не ищут. Тренируются и выкладываются на полную силу. Шесть дней в неделю по пять часов. Спортивная гимнастика вообще является самым сложным видом спорта. И для того, чтобы выигрывать на соревнованиях, надо обязательно делать двойные сальто. И сальто с поворотами. Два винта, три винта. А самый сложный снаряд, наверное, у нас это бревно и брусья, которые требуют и смелости, и силы, и ловкости. Женское гимнастическое многоборье включает в себя вольные упражнения. Упражнения на бревне, на брусьях, разные высоты и опорный прыжок. И, как правило, отлично отработав именно на этих снарядах, шансы на победу увеличиваются. Кроме сложности элемента, судьи оценивают и чистоту выполнения упражнений. Об этом всегда помнят даже самые юные гимнастки. Поступать сложно последним снарядом. Там уже, потому что силы теряются, тебе надо работать, рассчитывать только на себя. Красота, сила и невероятная дисциплина. За это ее любят спортсмены. Спортивная гимнастика дает полное разнообразие гимнастических движений. В этом, пожалуй, главная особенность этого вида спорта. Это красиво, выступальник, например, красивый очень. Движение там, пластика, все такое. Я уже занимаюсь где-то 9 лет, вот, я привыкла к этому. Очень нравится. И фигура тоже хорошая. После гимнастики отвела меня сюда мама. Я уже занимаюсь 8 лет, и мне очень нравится бегать, скакать, прыгать на высоте. Мы считаем, что действительно наши гимнастки неплохо подготовились к этим соревнованиям. По программе мастеров спорта и кандидатов мастера спорта это Антуфьева Настя, Буркут Галя, Швейна Алина. И в дальнейшем они войдут в состав команды Омской области. А по программе кандидатов мастера спорта Дубовик Алина, Карташова Вероника, Свердлова Наталья, Самкова Настя. В апреле сборная Омской области примет участие в чемпионате и первенстве Сибирского федерального округа. Пожелаем нашим спортсменам успешных выступлений и легких побед.